Доброе утро, мои дорогие! Ну что, вот последний день в Сочи. Вечером буду уезжать. Стройка работает во всём. Ой, вчера в гостях-то была, ой! И свадьбу посмотрели по пятнице, по каналу. Вот что хочу сказать. Вот каково смотреть смонтированную передачу. Что они там наговорили, что наснимали. Ну да, им же нужно победителя выбрать. Вот. Эти невесты ходили на все эти свадьбы. И как могли. Ну, в общем, кто смотрел, поймёте. А я пошла на завтрак. Вот такой у меня завтрак сегодня. Ой, хочу вам показать. Смотрите, сколько здесь гранатов. Всяких. Банки. Банки с помидорами. Ой. Так, ну ладно, сейчас подзавтракаю. И, наверное, поеду в город. Сдам ключи. От номера. Смотрите, какой комодик. Комодик какой. Ну что, вот мой последний завтрак в отеле закончился. Вот хочу сказать, что, ну, я не знаю, может быть, не все номера заняты, но народу много. На завтрак вот это от них приходят, другие уходят. Вот тебе и вроде не сезон. А народ приезжает. А я иду опять к тюльпановому дереву. Боже мой. Ну вы посмотрите, листьев-то нету еще, а цветы прям. Надо же, я никогда не видела такого дерева. Какая прелесть. Шишку-то я сорвала. Ну, Иринка говорит, нет, из нее не вырастет ничего. Жалко. Вот такая бы красота выросла. Я даже не знаю, как она называется. Ой, надо посидеть, покурить, как человек. Хорошо. Хорошо тут было мне. Ну, как говорят, спасибо этому дому. Пойдем к другому. Сегодня меня ждет поезд. А завтра Крым. А я вчера из гостей уехала с подарками. Повезу в Крым эту улитку. Мне Ирина надавала вот этот, ну, какой-то мел для нее. Который она ест, чтобы у нее панцирь-то был крепкий. Ну, так что, вот так потащу мел с собой. Вот. А это диск. С песнями, которые поет сын Кирилл. Поет он просто замечательно. Он учился в Питере. И вот работает теперь в Сочи. Такой замечательный молодой человек. Вот. Его свадьба была в передаче. Вот он все поет. И классику, и просто песни всякие. Ну, я очень много смотрела. Мне Ирина присылала клипы. Его вообще номера, когда он там на концертах пел. Очень хорошо поет. И Филипп, брат, его тоже поет. Но тот совсем другое поет. У него такой рок, наверное. Замечательные ребята у Ирины просто. Да, она и сама замечательная. Ну, у замечательной мамы только могут быть такие замечательные дети. Я очень рада, что мы с ней воочию вот так вот увиделись. Не могли остановиться. Это вот болтали-болтали, это прямо друг друга перебивая. Так что хорошо у меня прошли эти три дня. Спасибо, Костя. Замечательно. Ну, конечно, хорошо было бы, если бы еще кто-то был со мной. Потому что, ну, одной все-таки скучновато. Да я еще человек такой, мне надо эмоциями делиться с кем-то. Вот я с вами и делюсь. Ну, ладно, сейчас еще полежу часочек. А потом поеду. Два из-за трех. Быстрого. Съезд. А с другой стороны грязь и соль на кузове тоже не очень хорошо. Сразу скажу, убеждать в чем-либо не собираюсь. Просто пара фактов. Скорость химических и электрохимических реакций напрямую зависит от температуры. При температурах ниже минус 8, реакции, которые разрушают металл, практически останавливаются. Машины действительно можно помыть, чтобы очистить от соли и химикатов. Маловое движение. Второй кс. Маловое движение. И насчет морозов. Если уж собрались мыть в хороший минус, тогда вот несколько советов. Для начала попросить нож. Прямо 6 километров. Какие же горы красивые. Трос может примерзнуть, а колеса заперенеть. И напоследок такой вот странный вопрос. Вместе в кузе. Крактически полезные, теоретически градусные, приятные вкусы. Вот, приехала я на центральный рынок. В Адлере. Он у них тут огромный. Вот, похожу, посмотрю. Мы тогда в октябре были, я тут фурнитуру интересную покупала. Так что, сейчас пойду еще, похожу, погляжу. Рыбы, рыбы. Вот, видите, люди без масок практически все. Какой только нету рыбы. Смотрите, какой полотан огромный. Огромный вообще. Так, надо пойти почитать. Там что-то на нем написано. Просто огромный. А ствол-то какой, посмотрите. Ну вот, восточный патриарх. А сколько лет ему не написано. Охраняется. Охраняется. Конечно, такой огромный. Кактусы воткнули. Вот, смотрите. Тоже дерево цветет. Тоже не знаю уже, как называется. Смотрите, молоко как продают. Разливное здорово. Ой, смотрите, сколько цветов. Красивые всякие. Всякие красивые. Ой, какая прелесть. Крокусы. Ой, прям хочется купить. Ну, поездом вот это. Мало того, что у меня улитка. Ой, какая прелесть. Какая прелесть. Лавр благородный. Ой, прям пахнет специями. Корзины всякие в огромном количестве. Какая прелесть. Мне бы такую. Я бы сделала с одной много. Ну, они ж тяжелые. А можно вас, товарищ продавец? Специи я купила. Ну уж очень пахнет здорово. Коса там, коса, коса там. Пошли тряпки всякие. Очень, конечно, много зелени. Прям. Много. Вообще красивый город. Вот интересная, да, вот улица Ленина. Вот такая центральная улица, да. Вот с одной стороны улицы вот такие дома. А с этой стороны исключительно частные. И очень плотная застройка. Просто дом на доме. Ну, специфика, да. Аты паркуются прям вот так. Вон они взлетают. А я иду-иду по этой улице Ленина. На карте написано, что тут где-то фикс-прайс есть. Но вот я уже прошла 70 домов. Пока не вижу. Вот, дошла до парка культуры и развлечений. Вот так вот. Всё серьёзно. Ну что, доехала я на такси до вокзала. И вот, понимаете, мне самой на себя смешно. Была на рынке, прошла вот эту всю улицу Ленина. Фикс-прайс я так и не нашла. А в магазин зайти, еду купить как? Надо было или нет? Ну, вот где голова? Вообще ничего не понимаю. Уважаемая, я скажу. Ну и что, придётся теперь на вокзале что-то покупать с собой. Да. Ой. Смех и грех. На вокзале поесть негде. Только вот Бургер Кинг. Картошка и креветки там королевские. Ой, прелесть какая. Вредно. Вкусно. Город. У меня до отправления ещё три часа. Я просто уже ходить не могу. Так бы я ещё погуляла, конечно. И он полетел. Ну что, у меня никогда не бывает, чтобы просто так. Смотрю это самое. Ну, где вот рейсы, там поезда. Нет моего поезда. Полезла смотреть билет. Ну, конечно, у меня... Костя билет-то купил из Сочи. А не из Адлера. Ой, хорошо. Вот я заранее приехала, да? Я очухалась раньше. Вот теперь стою в кассе. Доплатить, чтобы сесть в Адлере тут. Ну, зато на час раньше пойдёт автобус. Упу, автобус-поезд. Ну, всё. Доплатила я за билет. Сяду тут спокойно. Поеду в четыре часа. А не в пять. В пять у нас в Сочи идёт. Хорошо, пораньше приехала. Вот. Очень люблю я вот это вот, как сказать-то. Терраса, не терраса. Ну, такой выход на улицу с вокзала. Хорошо. И покурить можно. И просто погулять на море, посмотреть. Вон там, Сочи. Интересный Ринкин дом будет видно из поезда? Ну что, пальмочки. До свидания. Я не ожидала, что я так к вам вернусь быстро. Ну, очень приятно. А с морем не прощаюсь. Ехать будем долго вдоль моря. А завтра опять его увижу, только уже в Крыму. Ну, всё равно, пока-пока. И вам, мои дорогие. Пока-пока. Теперь уже увидимся в Крыму. Чё это я с вами до Крыма-то прощаюсь? А в поезде-то я буду ехать. Что же, чего-нибудь поснимаю, пока светло будет. И завтра утром. Ой, ну хоть ноги мои отдохнут. Сегодня столько проходило. Всю эту улицу Ленина. Не знаю, километра три, наверное, отшагала. Вот сейчас хоть на лавочке пока посижу. Так, ещё до поезда мне где-то минут сорок. А там прям лягу. Наверное. Но, в общем-то, всё равно пока-пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»